Казахстанское движение Булашак требует от властей принять закон о запрете пропаганды гомосексуализма. По данным общественников, Алматы работает около 14 гей-клубов и баров. В прессе периодически появляются статьи о деятельности сообщества сексуальных меньшинств, а в 2012 году Алматы вовсе был признан мировой столицей геев. Последней каплей в чаше терпения булашаковцев стало появление скандального рекламного постера с целующимися Курмангазы и Пушкиным. Мы не верим в то, что до власти не поступают сигналы о постоянной нарастающей пропаганде гомосексуализма, даже с помощью средств массовой информации. Или они их попросту игнорируют, не придавая серьезного значения. Ведь многие представители власти активны в социальных медиа. Они находятся в информационном стренде. Так же, почему ни одна партия в Казахстане так и не сделала официального заявления против... Общественники сожалеют, что в Казахстане до сих пор не принят закон, запрещающий пропаганду гомосексуализма. И даже раскрыли тайну, почему так происходит. ЛКТ-сообщество активно поддерживается из-за рубежа. Есть мощное финансирование, мощные лодки. По мнению активистов, в законе должны быть прописаны нормы, запрещающие представителям сексуальных меньшинств проводить просветительскую работу в общественных местах. Также предлагается запретить представителям сообщества сексуальных меньшинств занимать должности в государственном аппарате и нести службу в рядах вооруженных сил. Кстати, гениальный Баба Муратов объяснил, что определить, гей мужчина или нет, можно с легкостью по цвету его штанов. Сами общественники выступали в ярких оранжевых шарфиках. Это никакие не больные люди. Это реально, можно сказать, те люди, которые ожилили в нашем обществе, которым делать нечего, которые занимаются вот такими вот делами. Хочу сказать одно. Их надо из категории больных перевести в категорию преступников. Все. Нам нужен такой закон. Я полностью поддерживаю этот закон. Круглый стол на горячую тему постепенно перерос в перепалку, когда свое мнение решили высказать журналисты и общественные активисты, которые встали на защиту геев и лесбиянок. По их словам, пропаганды гомосексуализма в Казахстане нет. Есть только гомофобия. Гомосексуальность – это не болезнь. Поэтому применять слово «гомосексуализм» – нарушение прав человека. Это понятно вам. В Казахстане нет гей-пропаганды. Никто не говорит «защитите браки, гей-браки». Это понятно. Есть гомофобия на работе, есть коррупция, есть преступления. Почему вы не работаете с этим? Откуда вы выявили, что гомосексуализм якобы – это проблема общества? Давайте работать с теми, кто давит женщин на дорогах, с детьми, с многодетными матерями. Почему мы эту социальную часть упускаем, а занимаемся черти чем? По итогам дискуссии общественники написали обращение к депутатам парламента Казахстана с просьбой ускорить принятие закона о запрете пропаганды однополой любви. Булашаковцы считают, что если казахстанский законотворческий орган не примет закон о запрете пропаганды гомосексуализма, то это будет показателем, что во власти есть сильное лобби, поддерживающее геев. Кстати, от правды это предположение не так далеко. Мы уже договорились до того, что считаем, что как будто бы нормально, когда говорят, это не мама и папа, это родители номер один. И родители номер два. На самом деле это ненормально. У ребенка должна быть мать и отец. Поэтому, наверное, нужно все-таки нам отделить нормальное от ненормального. Создалось четкое ощущение, что главное зло в Казахстане исходит исключительно от людей с нетрадиционной половой ориентацией. Вместо решения социальных проблем, таких как безработица, коррупция, низкий уровень жизни, высокая смертность, нищенские социальные пособия, аккординские кукловоды отвлекают внимание народа на несуществующие проблемы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова